привет ребята меня зовут лена и сегодня мы с вами будем разбираться с углами но не простыми углами да мы уже отходим от планиметрии мы уже давно это сделали но все же угол между прямой и плоскостью бы правда или ложь да что же это такое давайте смотреть что такое прямая что такое плоскость и тогда потихонечку придем как раз и к определению угла а между прямой и плоскостью да ладно дело в том что это определение очень простое и она в общем-то умещается на одном слайде но я все-таки конечно же их растяну на чуть подольше сначала разберемся что такое наклоны не просто наклоны да а проекция наклонной наклоны это понятно у нас есть некая плоскость есть некая прямая она наклонена к этой плоскости и пронзает нашу плоскость под каким-то определенным углом да то есть не перпендикулярно не параллельно а с каким-то вот эти вот наклон это наклоны а что такое проекция вот это как раз нас интересует это некий отрезок который соединяет основание нашего перпендикуляра и наклонной, которая проведена из одной и той же точки. Вот это интересно. Что это такое за рисунок должен быть? Как это представить? Что это такое? Что вот здесь написано? Непонятно с первого раза, поэтому будем разбираться обязательно на рисунке. Итак, пока не смотрим на определение, давайте посмотрим на рисуночек. Итак, вот наша наклонная. А, Б. Она под неким углом. Что значит угол между, что значит проекция, что значит отрезок между каким-то основанием и еще каким-то основанием. Все это из одной точки. Все очень просто. У нас есть некая точка А в пространстве. Мы из нее строим наклонную в нашу плоскость. Она у нас врезается в плоскость, проходит ее насквозь, вполне возможно. Дальше. Из этой же точки мы строим перпендикулярчик к нашей плоскости. И вот у нас получается точка, где наша наклонная вошла в плоскость. Это и есть наше основание наклонной. И есть еще наш перпендикулярчик, который упал тоже в некую точку на плоскости. Вот отрезок С, Б и будет называться проекцией. И, кстати говоря, то, что мы с вами пропустили. Давайте все же теперь вернемся к определению. Угол между прямой и плоскостью – это угол между этой прямой и ее проекцией на эту плоскость. Так вот, оказывается, когда мы берем проекцию, когда мы берем проекцию нашей наклонной, то вот наш угол А, Б, С и будет называться углом между нашей прямой и плоскостью. В общем-то, вы это и раньше знали, но теперь давайте с научной точки зрения. Еще раз. Итак, угол между прямой и плоскостью – это угол между проекцией на эту плоскость, этой прямой, и нашей прямой. Что такое проекция нашей прямой? Это некий отрезок, который соединяет основание самой наклонной и основание перпендикуляра, который проведен из той же самой точки, что и сама наклонная. Вот так вот потихонечку воссоздали. Надеюсь, закрепили у себя в голове и, главное, запомнили. Как еще слово проекция у себя запомнить, зафиксировать в голове и не мешать с другими понятиями? Представьте себе, что у вас есть лампочка, которой падает свет прямо на вашу наклонную прямую, на наш карандашик. И наш карандашик что делает? Он не откладывает некую тень. Отбрасывает, конечно же. Отбрасывает некую тень на нашу плоскость. И вот эта тень, вот этот отрезочек, и будет называться проекцией нашей наклонной. Вот с этим, пожалуйста, разберитесь, чтобы у вас было все в порядке. Как только вы разберетесь с понятиями наклонной плоскости, проекции нашей наклонной и угол между прямой и плоскостью, можно будет переходить в более серьезные теоремы. А до этого пока разбирайтесь. Продолжение следует...